Вот уже год, как Украина является объектом военной агрессии со стороны России. В апреле месяце, наконец, Верховная Рада Украины опубликовала соответствующее постановление, в котором официально признает соседнее государство страной-агрессором, а ЛНР и ДНР – террористическими организациями. ВР призвала парламент иностранных государств и международные организации также признать Россию страной-агрессором, усилить давление на нее и признать террористическими организациями ДНР и ЛНР. Соответствующее обращение было принято к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее УБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ, Национальным парламентам государств мира. В обращении говорится, Украина остается объектом военной агрессии со стороны Российской Федерации, которую она осуществляет, среди прочего, и через поддержку и обеспечение масштабных террористических атак. От начала агрессии в конце февраля 2014 года Российская Федерация систематически нарушает основополагающие нормы международного права – права человека, в том числе права на жизнь мирных граждан Украины, которые стали заложниками террористов на оккупированной территории Донбасса. Цинизм кремлевской агрессии, которая включает активную поддержку террористов на государственном уровне, превращает убийство невинных мирных граждан в привычное повседневное явление. Первые шаги в этом вопросе Верховная Рада предприняла еще в январе месяце, когда и было принято соответствующее постановление. Шаг на самом деле крайне важный для нашей страны. После года агрессии России на Донбассе, захваченного Крымой и тысяч погибших, Верховная Рада Украины все-таки решилась назвать братского соседа агрессором. Уже на следующий день после ВР депутаты Киевсовета приняли обращение, поддерживающие инициативу народных депутатов, после чего в поддержку постановления Верховной Рады один за другим стали выступать и другие украинские города от запада до востока, от Чернигова до Славянска, но не Одесса. Украинский город Одесса вдруг по непонятной причине стал чуть ли не единственным украинским городом, буквально проигнорировавшим это важное и, прямо скажем, непростое для нашего государства решение. Так в чем же дело? Ни областные депутаты, ни городские вроде бы как даже и не заметили этого политического шага. Как-то у нас на фракции просто такой вопрос не возник. Лично я абсолютно убежден, что Российская Федерация есть страной-агрессором, неоднократно об этом говорил. И если, понимаете, вот я не совсем понимаю с точки зрения, так сказать, политической целесообразности, а что это даст в конечном итоге. Ну, с точки зрения показать, кто есть в Одесском городском совете, ну, наверное, это правильно. Если общественность меня поддержит, я могу подготовить такой проект решения. То есть, с одной стороны, как бы за, но мысленно. И не видит целесообразности. То есть, эту самую целесообразность почему-то увидели в Запорожье, Полтаве, Николаеве, Чернигове и во многих других городах, а у нас не видят. Вернее, не находят нужным видеть. И на это находят очень много причин. Я вам не могу сказать за всю Одессу, но скажу свое мнение. Лучше Верховная Рада бы занималась социальной политикой, реальной борьбой с коррупцией и модернизацией нашей экономики. Очень легко с трибуны Верховной Рады делать те или иные заявления, которые под собой не имеют никаких юридических обоснований. А все эти заявления под, так сказать, красивой оберткой, патриотической оберткой, они не имеют, к сожалению, не имеют никакой практической реализации. Почему ваша фракция не вносит на восстановление сессии вопроса поддержки постановления ВР, признавшей Россию странным агрессором, АЛНР и БНР террористическими организациями? Для того, чтобы выносить, надо разобраться в этом вопросе. Вот знаете, очень хорошо, что в нашей группе очень много юристов. Потому что принимать популистские заявления – это одно. А к чему оно приведет? К чему может привести непринятие такого решения, догадаться нетрудно. Об этом хорошо знают в тех украинских городах и селах, которые успели вкусить всю прелесть оккупации и братскую любовь российского соседа. И ценой ни одной украинской жизни вернули себе свободы. Знают, в чем смысл принятия такого решения. И это, кажется, наши депутаты понять не в состоянии. Все говорят, да, Россия есть. Да, могу сказать, что мое мнение, что да, при каких-то там вещах, понятно, что там какой-то трафик оружия может быть идти, еще что-то. Но опять-таки это может быть. Где зафиксированы факты для того, чтобы это признавать? Это мое мнение. То есть я не знаю. На самом деле, я считаю, что нельзя голословно. Вот здесь мы сталкиваемся с очень странным явлением какой-то удивительной слепоты наших избранников. У них действительно плохо со зрением, а заодно и с остальными человеческими чувствами, которые, возможно, буквально атрофировали за годы депутатской деятельности. Или сказывается профессионализм в умении вовремя закрывать глаза на самые важные для города вопросы, в том числе и государственной важности. На ваш взгляд, почему наши депутаты, ну и, например, ваша фракция, не будет ни с удовольствием вопроса о поддержке этого постановления о признании российского новогрессора ЛНР, ЛНР, террористическим организациям? Фу, это самый сложный вопрос. Нету вот, как бы, внешнего врага, да, вот, была бы это любая другая страна, другой любой бы народ, да, я думаю, что украинцы более бы сплотились вокруг этого вопроса. Но так как Россия, и дело не в том, что Россия как государство, а Россия как люди, что это нам очень тяжело, что это наши братья, и по ним, как бы, воевать с ними, ну, это не совсем, как бы, правильно. Я думаю, что этот конфликт тоже завязан на деньгах, на серьезных деньгах, на каких-то личных отношениях каких-то больших людей. Сегодня, в самом деле, есть часть людей, которые, это жители Донбасса и жители Луганска, которые, не зная по каким таким, ну, как правильно, я честно, это очень тяжелый вопрос, может быть, вообще не надо. Как объяснить нашим таким сомневающимся депутатам, что вопрос признания России агрессором – это не вопрос, а утверждение, утверждение собственной позиции, тех, кто представляет собой местную власть. В процессе подготовки программы мы беседовали со многими руководителями и представителями самых разных фракций Одесского городского совета. И вопрос задавали один, почему их фракция до сих пор не вынесла проект решения о поддержке постановления Верховной Рады. И ответы иногда были самыми удивительными. Дело в том, что это же вопрос сугубо политический. Политические вопросы к компетенции городских советов не относятся. Поэтому вообще не должны рассматриваться в данной ситуации. Городской совет занимается хозяйством, а не политикой. Поэтому это не вопрос, относящийся к компетенции городского совета. Но другие города же… Ну, понимаете, в чем дело. Если все прыгают вниз с высокой башни, это же не значит, что надо следовать их примеру. Удивительное по своему цинизму сравнение. Нет, это не другие прыгают с башни, это мы, кажется, катимся в пропасть. Благодаря услужливо подставленной подножке депутатского корпуса. А, впрочем, чего удивляться такой реакции от таких верных роданцев, известных, впрочем, уже давно своей твердой антиукраинской позицией. Вспомнить хотя бы еще одного преданного своей отдельно взятой родине Григория Кваснюка, который уже давно объявил всему украинскому войну и который пообещал всем украинцам мир. Русский мир. Самая многочисленная депутатская фракция, доверяя делам, слепленная из преданных поклонников деятельности нынешнего городского главы Геннадия Труханова, успевших придать свои прежние политические убеждения, вовсе по этому вопросу решительно не высказывается. Ни в сессионном зале, ни в телевизионном интервью. Вы отказались от интервью, если да, то можете объяснить причины. Ну, еще раз говорю, здесь мне, честно говоря, немножко, ну, я стараюсь по жизни занимать такую взвешенную позицию, я имею в виду, не скажем, такую сбалансированную, когда есть мнения, осуждения и критерии. А мне как-то, честно говоря, вот кажется, что ваш канал, он, ну, слишком в одну сторону как-то забирает и слишком особо оценивает всю ситуацию. Поэтому, честно говоря, мне не хотелось бы принимать в этом какую-либо участие. Ну, я там не сказал, как бы я там не выступал, это будет сделано не так, как я, ну, как мне кажется, правильно. Хочется отметить, что редкое сбалансированное поведение действительно отличает всю фракцию в целом. Доверяйте ли делам Геннадия Труханова никогда не выступает против своего главнокомандующего и всегда согласны с его мнением. Какое же мнение по вопросу признания России агрессором, а ЛНР и ДНР террористическими организациями у самого мэра? Круг несколько раз пытался получить внятный ответ на этот вопрос, задавая его Геннадию Труханову и в январе месяце, когда Верховная Рада приняла такое решение, и в апреле, когда это решение поддержали уже практически все украинские города. Зимой наш городской голова все искал какой-то подвох в самом вопросе и ничего внятного так и не сказал, уйдя по привычке в своем ответе от ответа. Ну я не знаю, вопрос ваш как-то носит какой-то характер, я понимаю, какой и мы понимаем. Позиция городской власти и городского совета однозначна. Мы поддерживаем наших соотечественников, мы поддерживаем независимость социализма с Украиной, мы сопереживаем тем, кто потерял своих близких в этой войне, мы сопереживаем потерям мирных жителей. И, конечно, считаем, что мы все вместе, вся Украина и город Одесса не исключение, должны активно помогать тем, кто сегодня отстаивает нашу независимость. Ну а весной Геннадий Леонидович набрался мужества и ушел от ответа еще дальше. Мол, он за такие вопросы не отвечает. За все отвечают депутаты, в том числе из родной и близкой ему именной фракции «Доверяй делам». Вы знаете, когда этот вопрос будет поднят на фракции, которая близка к мне или далека от меня, этот вопрос будет обсуждаться и на согласительном совете, и на фракции. Если его вынесут на сессию, депутаты будут определяться. Интересно, когда именно наши депутаты и наш городской голова думают, наконец, определиться. И что интересно, наш депутатский корпус, выбранный еще при Януковиче, в свое время весьма быстро принимал нужные тогдашние власти решения, и верша нашей судьбы совершенно не интересуясь мнением большинства простых одесситов. Когда им надо было заклимить революцию достоинства и Майдана, это было сделано удивительно быстро и скоро. Тогда и к ворам нашелся единение у депутатов, было просто нечеловеческое. И решительность желания что-нибудь принять проклюнулась удивительная. А может дело как раз в том, что в городе на своих местах и креслах все те же, что и раньше. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Этой политической воли нет, из-за того, что нынешняя консервация старых схем выгодна как Палице, так и Труханову. Она выгодна для того, чтобы отставить свои бизнес-интересы. И понятно, что вот эта составляющая коррупционная, преступная, которая 20 с лишним лет у нас в Украине свела буйным цветом и до сих пор еще цветет в нашем городе, она очень гибкая. Они пытаются под любую власть подстроиться, чтобы дальше свои карманы по большому счету набивать. Они оставляют для себя определенную пути отхода, чтобы показать, смотрите, какие мы все попринимали. Даже в Луганске, Донецке, в Луганске, Донецкой области некоторые. Вот Бариуполь принял, что страна агрессор. А наш городсовет этого не принял, потому что мы такие классные, мы все-таки любим Россию. Подождите, ну, мы не говорим о ненависти к России и к русским, мы говорим о том, что сейчас Путиным и частью, и представителям его администрации, и тем, кто сейчас представляет власть в Российской Федерации, развязана война против нас, против русских, украинцев, евреев, крымских татар, немцев, румын, и всех, кто живут на нашей Украине, на нашей территории. Это оккупанты, это однозначно агрессоры, это уже весь мир видит и весь мир признал, кроме нашего городского совета. И это должно быть не только в Одессе. Я вам скажу, что в Одесской области, в районах тоже самое не происходит ничего. Но тут я вижу, и нет политической воли, в общем-то, сверху. Надо спросить сверху, ребята, а вы как относитесь вообще к этой ситуации относительно агрессии России? Все на словах говорят, да, а вот принять, где надо подписать, сказать, что конкретно, они не хотят. Может бояться. Все практические жители Украины признают Россию агрессором, а депутаты, которых мы выбыли, не признают. Может, мы тех депутатов выбираем? Причем такого же мнения придерживаются не только представители общественных организаций, но и те люди, которые априори далеки от политики. Например, музыкант Юрий Кузнецов тоже видит опасность бездействий наших депутатов. Потому что их детям, внукам жить и в этом городе, надеюсь, в этой стране, и другой у нас не будет. И если мышление будет, и мы будем выбирать таких депутатов, кстати, мы же тоже виноваты, если не выбираем тех, кого нужно, или не всегда выбираем. Так вот, если они будут думать с точки зрения того, что сначала твой родной город, сначала твоя родная страна, а потом личный интерес. Певица Прима Одесской филармонии Елена Вишневская считает, что представителям нынешней городской власти уже давно было пора проявить свою политическую волю. Хотя бы потому, что этого хочет само общество. Мне бы хотелось, чтобы как-то более однозначно реагировали не только общественность города, а власти наши. Хотелось бы, чтобы они определились, если Россию признали агрессором, даже те города, которые ближе к России, скажем, даже территориально. И особенно сейчас во время этого конфликта. Война, АТО, как все по-разному называют, всем понятно, что это такое. И очень прискорбно, что Одесса, которая всегда считала себя свободным городом, то есть здесь всегда жили разные национальности, свободно высказывались, никто не боялся, не прятался. Ну, по крайней мере, на моей памяти это так было. Сейчас почему-то неопределенности. Ну, нет, ну, так, ну, Россия, ну, да, конечно, да, мы все понимаем, но почему? Почему нет политической воли? Что мешает нашему депутату? Ну, мне кажется, мало кто у нас настроен конкретно на европейский путь, потому что остались те же люди как-то. Я лично вижу тех же людей. Вот по моему округу, где я живу, те же люди. Я с ними немножко сталкивалась, я знаю, что это... Сейчас там модное слово «сепаратисты». Вот это они. Под красными знаменами, перевязанными георгиевскими ленточками, бьющиеся в падучие и захлебывающиеся в истерике от праведного гнева массовики-затейники, провокаторы превращают людей в толпу. Одесситы могли наблюдать это 9 мая. И это все больше похоже на гнойный нарыв, который может лопнуть в любой момент. Но со стороны местных руководителей наблюдается полное политическое обезволие и даже саботаж. Помните, рабы не мы. Рабы не мы. И это молчание может слишком дорого обойтись одесситам. Запорожье, Полтава, Николаев, Херсон, Харьков. И тот поддержал решение Верховной Рады. Да что там большие города. Мариуполь, Артемовск, Луцк и даже Дружковский городской совет признали Россию агрессором, а ЛНР, ДНР – террористическими организациями. И ведь это те самые города, которые еще совсем недавно находились в сфере влияния террористов и сепаратистов, где так сильны до недавних пор были пророссийские настроения. Поэтому не стоит нашим местным властям кивать на некую испокон вековую сермяжную любовь среди населения в нашем городе. Просто там, в отвоеванных у агрессора городках, этой самой политической воли намного больше, чем в миллионной Одессе, в вольном городе, жители которой всегда гордились своей свободой, но власти которого так упорно продолжают пытаться сделать из нас крепостных великодержавного монстра по собственной воле.